Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Сезон температуры и кашля. Как уберечься от гриппа и ОРВИ? Самолечением не стоит заниматься. Если уж заболел, то вызовите на дом врача, чтобы он действительно расписал вам лечение, если в этом есть необходимость. В Смоленской области задержан гилер героина. Зачем сюда приехали? Это, вот это мне отдали, я не знаю. Что отдали вам? Я не знаю, что такое-то. Это я лезу. Вы знаете, что это запрещенное вещество? Нет, нет, нет. Бодрость без кофеина. Поддерживаем тонус, работая в офисе. 5-10 минут нужно уделять каждые 2 часа. Не на перекусы тратить время, а на разминку. Из-за небывалой тёплой зимы эпидемия гриппа и ОРВИ в этом году пришла с опозданием. Тем не менее, в Десногорске уже успели пройти карантинные мероприятия. В городе было рекомендовано прекратить занятия в образовательных учреждениях. Как не заболеть и встретить весну здоровым – далее в сюжете. По сообщениям регионального Роспотребнадзора, ситуация с гриппом и ОРВИ на Смоленщине нормализовалась. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю вернулась к допустимому пороговому значению. Начали свою работу и школы, и детские сады Десногорска. Но о завершении опасного сезона говорить ещё рано. В основном пользуются спросом препараты противовирусные, также пользуются спросом препараты порошковые для приготовления суспензии, именно для снятия симптомов вирусных заболеваний. Повышенная температура, озноб, головная боль, боли в мышцах – большинству горожан это хорошо знакомые симптомы недуга. В попытках улучшить своё состояние люди штурмуют аптечные сети, для которых зима – это традиционный пик повышенного спроса. Но самостоятельно назначать себе противовирусные препараты всё-таки не стоит. Самолечением не стоит заниматься. Если уж заболел, то вызовите на дом врача, чтобы врач действительно расписал вам лечение, если в этом есть необходимость. Обоснованное и категоричное мнение о методах лечения у заместителя начальника медсанчасти номер 135. Спасение от респираторных инфекций Ирина Фёдоровна видит в своевременной вакцинации. Только это сможет обезопасить от сложных проявлений инфекции и затяжной болезни. А когда делается вакцина, то это и защита от тяжёлых форм гриппа. Иногда люди сделают вакцину, и человек заболевает. Но заболевает, как правило, легко. Лёгкая форма, ну там 37-35 температура, выше не лезет. Немножко покачал, и всё восстановилось. При этом вакцина каждый год изготавливается совершенно новая, подходящая под особенности ожидаемого гриппа. А делать прививку желательно осенью, чтобы до зимы сформировался краткосрочный иммунитет. И тогда холодный период, скорее всего, пройдёт без последствий. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Герофеев, Десна ТВ В Смоленской области задержан наркодилер с большой партией героина. Употребление этого вещества приводит к летальному исходу 86% наркоманов. Подробнее об операции задержания далее. Задержанный житель СНГ занимался международной поставкой крупных партий запрещенных препаратов на территорию Смоленщины. В присутствии понятых при нём было обнаружено подозрительное вещество. Молодого человека 1998 года рождения задержали на одной из улиц Сафонова в момент осуществления закладки. Таким способом он намеревался распространить по области 90 граммов героина. Около 100 предварительно расфасованных разовых доз. Часть вещества уже была размещена в тайниках на территории города. Места тайников обнаружены, а наркотик изъят. В отношении подозреваемого следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации покушения на незаконный избыток наркотических средств в крупном размере. Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О том, что много сидеть вредно, знают все. Но мало кто представляет, как справиться с этой проблемой, если работа связана с офисом. Как за пять минут получить пользу для здоровья, даже находясь на службе, расскажем в сюжете. Современный ритм жизни оставляет нам всё меньше времени для движения. И часто причина этого – большая загруженность на работе. Малоподвижный образ жизни, в особенности у офисных работников, чреват не только лишними килограммами. Несколько лет такой сидячей работы и, здравствуй, ослабленный организм с больными суставами и позвоночником. Чтобы этого избежать, поставьте на телефоне будильник. Он будет напоминать вам о том, что пришло время размяться и выполнить несложный комплекс упражнений. Его нам покажет опытный инструктор Юлия Бубенко. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Для разминки прекрасно подойдут рабочий стул и стол. Также можно, если вы читаете документы, изучаете, можно делать это ходьбой, передвигаясь по кабинету, по коридору. Необходимо каждый час делать хотя бы 1-2 минуты разминочку. Если не получается раз в час, хотя бы 5-10 минут нужно уделять каждые 2 часа. Любое упражнение следует начинать с разминки. Движения должны быть плавными, без рывков, комфортным для человека темпе. Следите за дыханием. Оно должно быть спокойным и ровным. Далее усложняем тренировку. Приподнимем и поводим коленями, не вставая со стула. Круговые движения на прямых руках. Участвуют мышцы рук, трицепс, пресс. Такое упражнение улучшит кровообращение в органах малого таза, а также приведет мышцы рук в тонус. А чтобы было веселее, можно подключать коллег и выполнять тренировку вместе. Теперь чуть-чуть наклоним корпус и пристанем. И так же далеко от воды бедра нужно присесть. Конечно, нужно это делать и в одиночку. Отводим таз и делаем так 10-12 раз. Укрепить грудные мышцы, трицепс, а также спину и пресс помогут отжимания. Для выполнения упражнения прекрасно подойдет рабочий стол. Спинка должна быть прямой. Стоим на носочках и локти проводим узко вдоль корпуса. И так 10-15 раз. Заключительная часть тренировки – растяжка. Это хорошая профилактика травм и гибкости всего организма. Проделав такой небольшой комплекс упражнений, вы почувствуете прилив сил и энергии. У вас улучшится работоспособность и у вас не будет желания бежать, пить чаек сладкий с печенюшками. Вы будете следить за своим внешним видом и оставаться всегда в хорошей форме. А главное, несмотря на сидячую работу, вы сможете избежать многие проблемы со здоровьем. Отличным завершением тренировки будет бег или ходьба по лестнице. Всего пару этажей вверх и вы уже сошли несколько калорий. Поэтому откажитесь от лифта и вперед по лестничной площадке. И помните, главное – найти время на упражнение, а не оправдание. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 20 февраля в Десногорске пасмурно возможен снег с дождем. Температура днем плюс 6, ночью около нуля. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!